Продолжаем выпуск. В соответствии с поручением главы государства КСМЖ Марта Токаева в Жамбулской области был разработан и успешно реализуется комплексный план развития сахарной отрасли до 2026 года. Меркенский район является одним из ведущих по аграрной сфере в регионе. Особое внимание в этом районе уделяется свекольным угодиям, ведь сахарная свекла это один из сельскохозяйственных продуктов стратегического значения. И кроме того, в Меркенском районе находится один из крупнейших сахарных заводов в Жамбулской области. На данном этапе местные аграрии приступили к сбору урожая сладких клубней. Если в прошлом году по области подпосевы сахарной свеклы отводилось в среднем 5,5 тысяч гектаров, то в текущем году этот показатель был практически удвоен до 11 200 гектаров. Почти 3800 гектаров угодия сахарной свеклы приходится на долю Меркенского района, где производством этой культуры на сегодня занимается 139 крестьянских хозяйств. Одними из первых в Меркенском районе к сбору урожая сладких клубней приступили труженики крестьянского хозяйства Дан, где посевы этой культуры размещены на 60 гектарах. Несмотря на капризы погоды, урожай выдался на славу. В прошлом году мы посадили 60 гектаров сахарной свеклы, в этом году посадили 80 гектаров сахарной свеклы. В прошлом году урожай был 47-50 центнеров с гектара, в этом году 85-90 центнеров с гектара идет. В прошлом году погода засушливая была, в этом году погода хорошая была, дожди были и с водой проблемы не было. К сбору урожая в этом и других свеклосеющих хозяйствах Меркенского района привлечены сезонные рабочие из числа местных жителей. Вес большинства сладких клубней составляет порядка 3 килограммов и больше, а урожайность от 600 до 650 сантиметров с каждого гектара. Государство оказало помощь свекловодам в выделении минеральных удобрений и грудь из смазчных материалов по льготным ценам. Проблем не испытываем, так как получаем поддержку со стороны государства. Хозяйство ощущает это на себе. Мы отправили 17 тысяч тонн. По плану хотим собрать 203-210 тысяч тонн. Чтобы избежать потерь собранного урожая, согласно заключенному договору, Меркенский сахарный завод 7 октября будет принимать сладкие клубни на переработку в круглосуточном режиме. Наимбик Багбанов, Бахаджан советовал и канат Бахаджанулы, айконак парад.